марат гельма снова у нас гостях марат привет рад видеть привет ты уже сегодня видел фотографии видел ты даже себе по моему поставил на обложку фотографию уничтоженного в киеве ну да я что-то волнуюсь меня было такое ощущение что вот путь путинские эти войска не как бы внимание всех к мариуполю как бы притягивает а сами планирует какой-то гадостный и такое ощущение ну вот я только что из киева я скажу дружи был несколько дней только вернулся из киева сейчас вот и смотрю на то что тяжелая ситуация тяжелая ситуация в городе напряженная напряженная ситуация ну я не понимаю то есть я ничего не понимаю военных конечно этих действиях я просто понимаю что вот этот его ну что ему как бы нужен киев вот с одной стороны с другой стороны я понимаю что теоретически даже его он они не могут не могут взять не могут не могут и как бы может быть надо как я не знаю как как какой-то просто людям дух подымать очень много моих друзей которые таки остались киеве никуда не уехали вчера мы с арсеном савадовым говорили вот и у него тоже такой какой-то мрачные какие-то какой-то момент предчувствия такой нехороший вот но я хочу сказать что вот мне кажется будет будет третий фронт в россии ну то есть я имею ввиду что будет какая-то поддержка из россии вот люди то есть нет нет вот это вот дело даже не то что я там не знаю ни одного человека который поддерживал бы эту войну но вот там социологическая служба которая показывала нам что 70 процентов поддерживает она раскрыла карты позавчера и оказалось там из 30 1 тысячи запросов на разговор как только узнают что разговор будет про войну в украине 29 тысяч просто отказываются отвечать то есть это что означает это означает что ну там то есть получается 90 процентов людей которых спрашивают отказываются отвечать боятся этого не хотят но они точно плохо относится к войне а уже из этих 10 процентов там 70 процентов значит вот и вот эти вот настроения вот плюс понятно у них власти нету других другого способа как ну просто увеличивать репрессии против русских вот сегодня значит экстремистами стали инстаграм и фейсбук то есть как бы это ведь не просто инстаграм там типа вот там люди не смогут смотреть картинки это порядка 100 тысяч бизнесов в россии которые лишились но своего инструмента маркетинга то есть принципе вот увеличивать то есть желая желая не пропустить информацию про войну в киеве значит путин фактически начал просто такую мощнейшую репрессию против собственного народа и я думаю что вот это но сначала как отчаяние то есть просто в типа хуже не будет вот а потом уже как злость вот этот вот третий фронт ну то есть если считать что первый фронт вот у вас второй фронт это европейских страны санкции и третий фронт это вот мы там условно говоря то что путин называет этой колонной но вот она как бы я надеюсь что что скоро они почувствуют вот эти настроения и они ну они мне кажется они обязаны будут просто на них ориентироваться что имею ввиду что они должны будут любой ценой прекратить войну то есть может быть они как-то там я не знаю может быть они там остановят стрелять ну то есть я не знаю еще раз говорю я ничего не понимаю в этих военных действиях но мне кажется что прекращение вот этого огня будет очень скоро и поэтому надо немного подождать ну то есть надо чуть-чуть терпения еще вот киеву то есть не не подать духом что ли такие мысли вот ты знаешь вот я общался с нашими воинами с руководством батальона теробороны киева генерал крещенко наши все офицеры вот накануне у кличка был ты знаешь мысль интересная была высказана они не хотят перемирия на самом деле они воспримут перемирие как предательство потому что сейчас кипит кровь у многих украинцев а у воинов зсу и батальона теробороны тем более они хотят отомстить за все зверства которые были совершены сейчас на тех территориях куда эти все орки зашли и они не хотят как ты думаешь вот это реакция она позволит подписать какое-то мирное соглашение или нет ну понятно что настроение как бы людей которые там стоят с оружием и защищают свою свою родину они они должны быть такими но то есть это все таки все таки прекращение огня это ведь не только прекращение ну там боев между вооруженными силами российской федерации и украинскими там но это еще и все таки ну отсутствие мирных жертв отсутствие разрушения зданий то есть в этом смысле понимая как бы такой понимая такое настроение я бы конечно потратил бы какое-то время чтобы убедить что вот это что прекращение огня дело в том что это не знаю что это прекращение переговоров разговоров прекращение огня мне кажется это но это то чего вот то чего требуют те мирные жертвы которые уже были вот и ну и в то же время я хотел бы сказать что понятно что есть какой-то военный азарт но точно те люди которые принимают решение должны не им следовать другой вопрос что для для переговорщиков знание вот таких настроениях она конечно идет в плюс а потому что понятно что там когда ты отвечаешь нет на какие-то там безумные идеи там геноцификации то но тебе вроде как думаешь вот я скажу нет а готовы ли поддержать это нет там войны надо знать что они в принципе готовы поддержать переговорщиков чтобы те не шли на какие-то плохие для украины условия вот это прекращение войны войны или военных действий это это наверное наверное правильно просто с точки зрения мы все таки ну там даже даже те из нас кто не верит господа мы все такая христианская цивилизация и для нас все таки есть ну как бы выше высшая ставка в любой игре это человеческая жизнь то есть вот это значит как бы собственно говоря христос он он противопоставлял вот это уко за око да конечно как бы месть священная месть это это понятное человеческое чувство вот но мне кажется новый мир можно построить как бы вот глядя вперед они новые жертвы понятно что продолжение войны это продолжает новые жертвы вот финал у этой войны так называемый победный он невозможен как мне кажется не для путина не для киева да потому что ну или понятно что допустим даже есть путинские войска возвращаются на территорию россии они там они же не исчезают то есть настоящий финал это демилитаризация россии может произойти только вот когда я сказал когда будет третий фронт этот открыт только изнутри то есть фактически мы все должны понять что окончательно победить путина мужу могут только в россии вот и поэтому ну вот я сейчас буквально час назад фейсбуке который еще еще не был экстремистом он стал экстремистом вот решение суда было прям совсем недавно значит этом читаю какие-то дискуссии там одна из дискуссий что вот что это за новое такое хорошие русские нету хороших русских там и так далее и так далее вот и дело не в том что я там как-то себя пытаюсь защищать или друзей а просто я хотел чтобы украинцы понимали что именно надежное освобождение надежная победа над путинизмом это та победа которая заканчивается сменой власти в россии а не тем что войска просто отойдут на рубежи которых они были там условно говоря 24 февраля они как отойдут так какой то в любой момент могут снова прийти или там я не знаю то есть все таки надо демонтировать эту эту систему власти которая привела к этой войне вот и это мы можем сделать только вместе вот так что ну такие мысли у меня пока запрет фейсбука чем связан по твоему мнению так быстро и это решение было принято но вот сегодня за один день и какие будут последствия выключить же его физически не получится в любом случае это как они будут технически они будут но они будут гоняться дело в том что во первых понятно что для так называемых продвинутых пользователей пока есть интернет добраться до фейсбука всегда можно то же самое для инстаграма вот но есть какая-то часть пользователей которые не будут они один раз скачают себе vpn этот vpn тоже там отключат а второй vpn они уже скачивать не будут то есть как бы какая-то часть аудитории потеряется но главное как бы что они хотят сделать они хотят первое поставить всех нас ну там читатели или тех кто пишет фейсбуке вне закона то есть понятно он не будет там сотни тысяч арестовывать но если вдруг им надо будет там завести дело против марата гельмана то теперь у него вообще нет никаких проблем он открывает фейсбук смотрит его страницу значит гельман что-то пишет после этого дня и все и готово то есть это вот такое избирательное знаешь там друзьям все да при этом медведев может продолжать писать свои значит посты это никого не будет волноваться второе что более как мне кажется ну они просто не понимают как работает современная экономика дело в том что многие бизнесы особенно малые бизнесы особенно онлайн сервисы продвигают себя через рекламу фейсбуке в инстаграме это теперь будет вообще запрещено то есть это будет приравниваться как там условно говоря финансирование исламского государства и это будут реально бояться люди делать потому что это транзакция официальная их можно проверить их можно выследить вот то есть фактически это означает что люди потеряют свои бизнесы ну по крайней мере на время а с учетом того что общая ну конъюнктура после санкции чудовищная это но фактически похоронить огромное количество здесь надо иметь ввиду что это те люди которые то что у нас называется самозанятые то есть они может быть не очень много не так много как нефть приносят налогов бюджет но они зато снимают социальную напряженность то есть это добавление к тем безработным которые в россии будут из-за остановки промышленности ну после ухода западных компаний вот так что я думаю что вот результаты будут гораздо более негативные для власти чем они думают именно и за счет того потому что ну там людям мой мозги промыли они там что-то думают потом они думают как им выгодно а тут у них просто отобрали инструмент для того чтобы ну там содержать свою семью вот так что что касается условно говоря активного класса который ну там но мог бы готовить и старался готовить перемены в россии потом используя фейсбук в меньшей степени конечно инстаграм вот то все перешли в телеграм поэтому они своей задачи пока в целом интернет существует в россии во своей задачи обрубить информацию а как полностью они достичь достичь не могут ну вот следующий будет youtube это конечно еще один значит как бы удар вот и я вот не очень понимаю у меня сын особенно в связи с коронавирусом столько учебных программ через youtube получать я могу себе представить что сейчас в россии дети лишаться этой возможности ну я думаю что лояльность родителей будет сильно порушена поэтому вот эта необходимость ограничить информацию о войне она заставляет власти ну то что называется рубить сук на котором себя то то есть рубить сук лояльности вот и поэтому моя вот это гипотеза надежда что вот этот третий фронт будет открыт гораздо раньше чем всем кажется мне кажется что это ну как бы вот сегодня власти сделали еще один шаг в этом к этому новому состоянию сделали к этому состоянию а тем временем я хочу что ты прокомментировал следующую новость спикер российского мида мария захарова заявила что уничтоженном шоппинг моли в киеве которые накануне поразило сегодня ночью поразила российская ракета на подоле был склад ракет для систем залпового огня то есть это она утверждает что там втором центре был засекреченный военный склад прокомментирую пожалуйста это я не знаю естественно был он там или не был я знаю очень просто киев кроме не было но послушаем даже чина что не было но это бред сивой кобылы она послушаем какой склад на на настреки его я так скажу безусловно там захарова не вызывает ни у кого доверия то что они очень много раз врали причем врали недавно да сегодня случайно мне попал очень смешно какая-то пресс-конференция лаврова которую он делал до наступли буквально там за неделю до наступления в котором он наш таким пренебрежением с таким сверху вниз объяснял журналистам что все кто говорит о возможностях нападения о том что там это все но это же бред он же грызну нету никакого и в мыслях это то есть он так и они все так убедительно врут что конечно доверия к ним нет но все таки я хотел бы сказать что вне зависимости от того есть там склад или нет склада надо просто это агрессия украины против против киева против города город защищается вот как агрессия россии украина нет прошу прощения а мы до агрессия россии против украины город защищает Я не знаю, как, он защищается, как может. Если люди, гражданские люди защищают свои дома с ружьями, да, это тоже их возмущает. Как так раздали людям ружья, да, а что вы, то есть вы хотите, чтобы люди не защищались? То есть, поэтому, нет, мне кажется, что вот в этом неком таком, на этом счету, да, есть какой-то счет преступлений этой войны, на этом счету вот каждый из этих разрушенных домов будет в любом случае. Потому что разрушен прекрасный город, разрушено пространство, где люди были счастливы. И уже непонятно, как долго надо восстанавливать, чтобы они снова там стали счастливы. Вот, поэтому, просто я, я просто, Тарас, тому, что я не являюсь, там, я не знаю, не экспертом, то есть, ну, военным, который может сказать, там, было или не было. Я в целом хочу сказать, что доверие к российской власти в целом, и конкретно к МИДу, начиная с ноября, наверное, когда они начали этот, ну, вот с ноября месяца прошлого года, мне кажется, ну, потерялось просто на порядок. Да, поэтому, конечно же, на всякий случай изначально надо не верить ничему, что они говорят. Верить, в принципе, мне кажется, это не то слово, которое можно употреблять в отношении оппозиции, будь то российского МИДа, Минобороны или администрации президента. Они, в принципе, на исходящие с того, что они патологически врут постоянно. Вот смотри, сегодня информационные агентства сообщили о том, что российский военный самолет пересек границу Польши. И при этом, значит, этот самый самолет не просто вошел в воздушное пространство Польши, он там находился какое-то время, об этом сообщили и украинские власти, и власти других стран НАТО. А при этом вызвали в российский МИД посла Салливана и заявили ему о том, что дипломатические отношения на грани разрыва. Ну, понятно, почему это все произошло, потому что Байден назвал Путина военным преступником, потому что сегодня посол США в ООН Томас Гринфилд заявил о том, что американцы рассматривают возможность введения контингента стран НАТО на территорию Украины. Но вот такая игра буквально на грани фола. Чем она может закончиться? Вот я вчера прослышал оценку, еще до этого инцидента, от одного военного высокопоставного вчера, что они, например, всерьез рассматривают вероятность нанесения Путина им удара ракетного по территории Польши. Он хочет посмотреть, как на это будут реагировать не власти Польши, а как на это будут реагировать в Вашингтоне. Как ты думаешь, дойдет до такого или нет? Ну, слухи про Польшу шли и раньше, когда речь шла о передаче самолетов с польских аэродромов. Но я исхожу из того, что Путин не очень понимает, или, может быть, сейчас уже понимает, но не окончательно, насколько неэффективна его армия. Я сейчас не говорю о том мощности зарядов и так далее, я говорю сейчас о простых вещах. Вот ставить себе цель и решить задачу. То есть не было, то есть не только армия, но армия первая, вот поставили цель и решили задачу. Такого нет. Значит, соответственно, по идее они должны понимать, что в этой ситуации они должны минимизировать такие стратегические всякие вещи. Значит, очевидно, что стратегия, которая была изначально с тем, что конфликт в Украине перерастает в некую модель Третьей мировой войны, мне кажется, что эта стратегия, которая была изначально, она полностью разбита украинской армией. Ну, вот смотри, три недели Украина, страна, гораздо меньше, она не бряцает оружием. Вот. Соответственно, они ничего не могут сделать. Но как они могут всерьёз рассматривать конфликт с НАТО? Это либо должен быть такой суицидальный позыв, порыв такой, вот. И вполне возможно, кто-то его толкает, может быть, и специально, к финалу. Я вот сегодня своим товарищам сказал, что я раньше переживал, я думал, доживу ли я до этого момента, когда Путин уйдёт, то сейчас я его просто зримо вижу. Либо этот суицидальный момент — это всё-таки вывести эскалацию на момент, когда начнётся разговор о применении ядерного оружия. То есть, ну, как бы мне кажется, что… Ещё раз говорю, что мне кажется, что сейчас самое главное, чтобы вот этот Третий фронт не опознал, вот эти процессы, которые идут, условно говоря, в Украине, завязла армия, значит, мировое сообщество ослабляет Путина, потому что в окружении Путина уже нет никого, кто за войну. Но вот сейчас должна появиться какая-то внутри России какая-то сила, которая просто и перехватит на себя всё внимание Путина, и, собственно говоря, станет его могильщиком. Может быть, эта сила — это армия, которая взбунтуется, когда он скажет нажать на кнопку? Я не знаю. Но я просто когда пытаюсь… То есть, с одной стороны, я понимаю, что это поражение, с другой стороны, я хочу его увидеть, это поражение, сценарий прописать. И я, честно говоря, другого сценария не вижу. Поэтому все эти жесты, все эти отсылки к Третьей мировой, к ядерной кнопке, их задача внутри России найти внутри России какую-то силу, которая откроет вот этот Третий фронт. То есть, ты веришь в Третий фронт. А во Второй фронт ты веришь, фигурально говоря, то, что союзники могут таки принять решение, в частности, это будет решение Польши направить миротворцев в Украину. Может такое быть? Ну, смотри, здесь я согласен, есть такой парень, он здесь в Черногории живет, из Украины, Андрей Любалин. Я с ним согласен в том смысле, что к Путину относятся уже как к больному. То есть, надо, с моей точки зрения, решение уже принято, что этот Второй фронт будет открыт. Вопрос в том, что они хотят это сделать так, чтобы, знаешь, как этого больного не напугать, не вспугнуть. Удачный момент для этого, да, там, когда рядом не будет колющих и режущих предметов. То есть, вот с моей точки зрения, все решения внутри уже приняты. И вопрос только в том, что внутрь стратегии, получается, как бы, ну, там, военной или, там, политической, встраивается теперь чистая психиатрия. То есть, он может напугаться, он может вдруг действительно сделать резкое движение, там, нажать лишнее на кнопку. Вот, поэтому сейчас главное, почему, там, перестать стрелять, потому что сейчас время работает против него, потому что обязательно в какой-то момент появится возможность для того, чтобы вот этого параноидального больного, там, какую-то рубашечку смирительную, какой-то укольчик сделать, чтобы он уснул. Ну, вот я это так вижу. Смирительную рубашечку, а кто будет надевать эту смирительную рубашечку, мне интересно. Ну, я не знаю. Ну, то есть, как бы, тот же самый, тот же самый Запад. Еще раз говорю, что нужен все, мне кажется, что его уже перевели давно в разряд, вот в другой. Он был в разряде плохих парней, да, там, ну, плохие парни, там, Трамп плохой парень, да, там, Эрдоган плохой парень, там, Берлускони плохой парень. То есть, в принципе, плохие парни – это в рамках закона, да, то есть, их надо опасаться, но это не, условно говоря, это с ними должны общаться политики. Он из этого разряда, как мне кажется, перешел в другой разряд, там, где находится, там, Бен Ладен. То есть, это уже неплохие парни. Это уже преступники, и там другая философия, другая лойка. И, наверное, я надеюсь, и другие институции занимаются подобного рода вещами. И мы с тобой можем здесь, как бы, что-то там мечтать или рассказывать, но мы этого не знаем, не понимаем. И, слава Богу, я, кстати, хочу сказать, что наверняка это все, как бы, не очень чистая работа. Не чистая работа – это, скорее, знаешь, как это, обычно говорят о наемных убийцах. Чистую работу выполнил или не… или грязную работу, вот грязную работу выполнил. Причем грязно, может чисто выполнить грязную работу наемных убийцах, а может грязно выполнить. Путин, он, как ты думаешь, ну, такое ощущение, что он со собой не подчищает, ты видишь? Он везде оставляет свои следы. Следы, отпечатки, которые его могут утянуть потом, пусть даже в заочном формате, утянуть его в международный трибунал. Собираются эти доказательства массово и гражданами Украины, и властями, местными, центральными, ведущие мировые СМИ все это собирают. Как ты думаешь, какой объем информации вообще будет собран? И спадет ли следом за Украиной паровозом, там, вот ситуация по Приднестровью, там тоже массово нарушает права человека, по Грузии, имеется в виду, вот я оккупированную территорию Абхазии, Южная Осетия и так далее. Ты знаешь, я, ну, как бы не думаю, вот процессуально, вот, ну, вот, я думаю, что вот если бы он сейчас взял и сбежал бы, я бы его не искал. Вот если бы, ты знаешь, вот мне кто-то говорит, что, ну, вот, там, ну, типа пулю в лоб, как гид. Да нет, он, у него просто звонок идет. Марату Гельману кто-то позвонил. А у нас на районе не звонят, а звонят, да, получается. Вот. Ну что? Марат, ты с нами? Ты с нами, Марат? Звука нет почему-то. Да, 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 да. Сейчас Марат, я надеюсь, к нам вернется. Да, что-то у нас со звуком происходит. Марат Гельман так, что пропал. Ну, хорошо, пока он к нам присоединится, через несколько секунд, вот, я вам зачитаю информацию. Как вы знаете, часть Украины была оккупирована в 2014 году, Крым и части Донбасса, а часть была оккупирована вот в результате этого вторжения последнего, 22-го года. И на многих территориях, где российские оккупанты сейчас пытаются насаживать свои порядки, это многим гражданам Украины не нравится. Не нравится до такой степени, что они массово выходят на митинги протеста. Марат, ты уже вернулся к нам? Я здесь, да. Ты меня слышишь? Да, уже слышу. Да, давай закончу мысль, когда нас прервали. Да, я хочу сказать, что, ну, и мне говорят, а вдруг Гитлер на самом деле имитировал самоубийство, а сам доживал жизнь где-нибудь в Аргентине. И ты знаешь, вот в нынешней ситуации я вот согласен, чтобы он имитировал убийство. Главное, чтобы не продолжались убийства мирных людей, чтобы прекратилась война, чтобы сменилась власть в России. То есть понятно, что наверняка есть кто-то, кто будет добиваться, то есть искать его, добиваться суда, и я вместе с этими людьми. Но внутри себя, я думаю, да лишь бы он исчез. Настолько это важнее, как мне кажется, чем дальнейшее. То есть там просто, в принципе, столько вот этих пунктов, по которым можно его судить, что уже дальше накапливать, как ты говоришь, ещё Приднестровье, ещё Грузия, уже смысла нет. То есть отсутствует такое, такие ещё увеличивнее наказания по сравнению с тем, что он заслужил забвение. Он же очень хотел места в истории. Он думал, вот там Вова Крымский, там. То есть вот в целом лишить, лишить его малейшего момента, ну такого малейшего позитивного даже штрешочка в истории, это важнее, чем, как мне кажется, это важнее, чем там реально проследить, что действительно, там, произошло самоубийство. Ну, как-то так, я думаю. Ну, вот видишь, когда говорят, знаешь, иногда не используйте слово «звери» в отношении путинских оккупантов. Знаешь, это очень много нравится. Почему? Потому что настоящие звери не делают того, что делают эти орки. И вот тебе ещё один пример. На Киевщине оккупанты лишили корма, тепла и фактически убивают несколько десятков животных в зоопарке 12 месяцев. Об этом сообщил директор этого заведения Михаил Пинчук. Он говорит о том, что из-за подорванных мостов село оказалось отрезано от цивилизации. Он пытался передать с помощью Красного Креста, вот, даже больше. Тут 300 животных находятся, причём большие. Жирафы, носороги, бегемоты. Вот. И пишут о том, что животные могут умереть. Вот, кстати, аналогичная ситуация. Очень много фотографий и историй персональных украинцев, которые либо не смогли эвакуировать своих домашних питомцев, либо они погибли, ну, в результате этого варварства. Это ещё отдельная история, которая привлекает внимание, потому что каждый из нас, каждый из нас в том, потому что он и человек, что гуманность должна относиться не только к человеку, но и ко всем живым существам, и к животным в том числе. Вот это вот, вот этот аспект этой войны. Вот это звери. Не используйте слово «звери» в отношении оккупантов. Ты разделяешь эту сентенцию? Ну, ты знаешь, я в настоящем времени был сюжет, одна женщина рассказывала про ситуацию в Мариуполе. И было понятно, что это не Путин уже, то есть это уже люди на местах от этого всемластия, от ощущения собственной власти, от того, что люди беззащитные. И вот от этой тоже всё время пропаганды, то есть позволяют себе на такие жестокости по отношению к людям, просто мирным людям, что это, конечно, я так скажу, что, конечно же, и это гораздо более важно, мне кажется, чем найти и судить самого Путина. Всё-таки вот этот процесс, ну, я не знаю, как его назвать. То есть в Германии он назывался деноцификацией. Как это будет называться в России, я не знаю. Но большое количество людей не просто заражено вредной идеологией, ну, там, голосовало или там, ратовало за войну. Большое количество людей взяли на себя преступления конкретные. И поэтому обязательно нужен какой-то вот этот процесс, как зеркало. То есть мы должны посмотреться в это зеркало, ужаснуться, очиститься. Это всё надо будет сделать. И, конечно же, надо будет обязательно находить вот этих маленьких исполнителей. Это гораздо, может быть, даже важнее, чем как бы вот этого одного Путина. Потому что, то есть этот процесс, это и есть процесс, как бы вот это первый шаг в создании новой страны. Я не знаю, новой, то есть это, может быть, будет и не одна страна к тому времени. Вот. Это ужасно. То есть, честно говоря, когда она рассказывала, для меня этот рассказ был просто страшнее этих падающих бомб. Вот. Потому что всё, что она рассказывала, это то, что происходило с мирными людьми. Вот. И... То есть с беззащитными людьми. И это было, как бы это сказать... Я вот, ну, я 60-го года рождения, и, ну, когда мне было там 8-12 лет, я прочитал огромное количество литературы про войну, особенно детской литературы. И вот это настолько попадает вот в это ощущение, когда ты читаешь про, как бы, когда фашист пришёл в деревню, когда это всё, вот эта вседозволенность. То есть это, конечно, ужасные кадры. И это действует, ну, на меня, по крайней мере, это действует даже сильнее, чем вот там какие-то огромные взрывы. Вот. Просто вот такие небольшие сюжеты, как солдаты относятся к мирным людям. Поэтому, ну, во-первых, по поводу, прямо ответить на твой вопрос про зверей. Ну, у нас сегодня нету права указывать кому бы то ни было, как кого называть. То есть сегодня российская армия ворвалась в Украину, разрушает города, убивает людей. Поэтому любые названия, знаешь, иногда, мне ведь тоже попадает там где-то кто-то, кто уже не может различать, хорошие, плохие, кто за Путина, кто против. Гражданин России и дальше зверь там и так далее, и так далее. Да, я внутри себя могу считать, что это несправедливо. Но как бы остановить этого человека, там, ругать его в ответ, там, сказать, что ты неправ, ты там, включи мозги, я там иностранный агент, я не могу. То есть я как бы так сказал бы, что любые, даже преувеличения, любые неразвлечения сегодня среди русских со стороны украинцев, они, ну, простительны, вот так бы я сказал. То есть наше дело отойти и молчать. Когда кончится война и начнутся какие-то более-менее нормальные процессы разбирательства, тогда, наверное, надо будет сказать, что да, это не так. Есть разные люди, и каждый человек отвечает за то, что он делал, и не отвечает за то, что делали от его имени. Но сегодня, сегодня мы лишены вот этого права вступать в полемику. Как-то так. Мы лишены права вступать в полемику, но, тем не менее, никто же не собирается, на самом деле, с этими орками, убийцами дискутировать. О чем с ними дискутировать? Вот очередные переговоры, перехваченные службы безопасности Украины, свидетельствуют о массовых фактах убийства, мародерства, которые они используют. Они не стыдясь звонят своим женам, матерям, и хвастаются, как они отжимают, заходят в квартиры, в дома, и крадут все, что там находится. И рассказывают о том, что теперь мы досрочно закроем ипотеку, женушка. Ты знаешь, вот такого сеанса самораздевания перед всемиром я давно не помню. Понятно, что это было всегда, в любой войне это все происходило. Тогда, понимаешь, проблема, не было мобильных телефонов и не было соцсетей. Сейчас это все разлетается за секунду. Это имеет миллионы, а сейчас десятки миллионов просмотров. Вот ты понимаешь, в каком виде моральном сейчас предстают даже не только эти военные, но и россияне в целом. Они же радуются, все эти члены семьи, матери, жены. Он говорит, мы там мочим укропов, положили сегодня, там еще столько-то. Зашли, я тебе украл шубу, новый айпэд. Слушай, такая богатая страна, вот мы тут сейчас машину отжали. Ты же понимаешь, как это выглядит, даже не они, еще раз повторю, а все российское общество. Они выглядят как просто мрази законченные. Понимаешь, на всех тень ложится. И это слушает все русскоязычное пространство, а в переводе еще плюс, там, мультиплицируй на еще десятки, сотни миллионов зрителей по всему миру. Понимаешь? Ну, вот я так скажу, что то, что это ложится на всех, сейчас, это неизбежно. Это не то, что это, конечно же, тяжело, ну мне, по крайней мере, тяжело переживать это, но это неизбежно. Но, когда война закончится, я буду прилагать усилия, чтобы были развлечения. Чтобы, да, пусть их много будет, пусть это будет 50% тех, кто, как бы, был частью этой злой силы. Но все-таки 50% значит не было, да? Поэтому сейчас просто не время заниматься вот этой дифференциацией. Сейчас надо, вот, я считаю, надо открывать вот этот третий фронт. Надо, для этого надо пробивать вот эту информационную блокаду. А когда закончится, я надеюсь, что и вам все-таки захочется найти конкретного вот этого солдата, который там мародерствовал, избивал и так далее, насиловал, и его наказать. А если рядом стоит невиновный человек, человек, который там был против войны, значит, соответственно, на него вот эту ненависть не выплёскивать. Так я думаю. То есть время наступит. То есть время разбрасывать камни, время собирать камни. Ну, не знаю, какие камни мы будем собирать после этого, честно говоря. Останется, знаешь, вот если мы говорим фигурально, от Мариуполя и от Харькова, ну, от Мариуполя, первую очередь, останется, значит, в лучшем случае, груда камней. Я был в этом прекрасном городе. У меня жена оттуда родом. Я был там летом 2021 года, отдыхал у своей. У тёщи, у тести загорали в Мелекино. Прекраснейший край, красивейший город. Туда вложили огромные деньги после 2014 года. Набережная, площадь, ЦУМ, красивейший центр, Фонтан. И вот сейчас это всё уничтожено. Ты знаешь, что самое интересное? Всё равно свет победит тьму. Уже ты видел, заявил на прошлой неделе министр культуры Италии, что они восстановят, построят совершенно новый драмтеатр, вместо уничтоженного этими подонками. И я уверен, другие страны точно так же. Там очень была большая греческая община, очень большая турецкая. И они все тоже уже будут вкладываться. И знаешь, что будет самое важное? То, что мы всё это возродим и всё это построим. А Воронеж останется с Саратовом. Такой же провинцией захолустной и мрачной, какой он был до 2022 года. А вот в чём разница. Ну, то, что весь мир будет восстанавливать Украину, это очевидно. Я вот как раз услышал, когда эту новость про театр, ну, как бы внутри себя решил, что как только появится музей современного искусства, я туда подарю коллекцию украинского искусства 90-х. Вот, то есть, да, просто я хочу сказать, что понятно, что в Украине катастрофа сегодня, а в России катастрофа завтра. Да, ну так, условно говоря. Вот, но я очень надеюсь, конечно, что, фу, что это будет очистительная катастрофа. Вот, то есть, это... Дело в том, что здесь надо понять, это вся моя жизнь. То есть, я всю жизнь занимался украинским искусством, но я всё лучшее время студенческое прожил в Москве. Родом я из Молдавии, да? И поэтому я, как тебе сказать, мой круг москвичей – это люди, которые думают так же, как я. Город... Ну, то есть, как бы я просто к тому, что, да, безусловно, на нас лежит ответственность за то, что сегодня происходит. Безусловно, мы должны взять на себя в том числе и... То есть, не только ответственность, но и часть этой вины, да? То есть, и расплату за это. Но в то же время мы... У нас ответственность будет после вот этой катастрофы и перед своей Родиной тоже. Это надо понимать. То есть, это как бы... Ну, вот представь себе, то есть, ведь Путин для России... То есть, я бы так... Это такой... Образ такой, что они просто первыми захватили Россию успешно. Дальше они пошли захватывать Украину. И тут, значит, у них это не удалось, да? За счет героизма украинцев. Но Россия тоже захвачена. То есть, это вот так я это вижу. Вот. Ну, а есть, конечно, отягчающие условия. Это то, что большое количество людей их поддерживает. То есть, войну, конечно, не так, как они рисуют. Но до войны, в общем, социология... Социология, к сожалению... К сожалению... Видишь, здесь сложно. Конечно, конформизм. Конформизм как болезнь сожрал, фактически сожрал общество. Вот. Мы просто этого... Ну, как бы... Совершен набор ошибок. Начиная там, я не знаю, с 91-го года. Одна ошибка, вторая ошибка. И это всё вылилось вот в то, что вылилось. Соответственно, ну, наверное, нам надо просто всем как бы признать, вот весь этот... Проанализировать весь этот... Признать, принять тот... Ну, вот этот суд, назовём это судом, таким человеческий суд. То есть, не Господь, а человеческий суд, принять и... и после этого всё-таки жить дальше нам, нашим детям. Будем, Марат, будем жить сто процентов ради наших детей, ради наших женщин. У нас нет другого выхода. Не просто жить, а побеждать. И эта победа будет обязательно за нами, за Украиной. Спасибо огромное, как всегда, Марат Гельман, очень интеллектуальный вечер. Спасибо тебе. Спасибо.